Итак, типы личности и типологии личности. Что это такое и зачем это нужно? Психология утверждает, что каждый из нас обладает устойчивым естественным представлением, которое обуславливает как наше поведение, так сказать, первичное поведение, так и нашу реакцию на действие поведения окружающих. Соответственно, тип личности – это некоторая модель, которая показывает, каким образом мы действуем в тех или иных ситуациях, и в которой встановки мы чувствуем себя наиболее доступно. Чуть-чуть позволить себе маленько отклонить в сторону для тех, кто не сталкивался с тренингами учебного центра, вот по материалам, которые вы видите. Это живые материалы, взятые из-за реального тренинга по коммуникации. Политика нашего учебного центра, материалы, которые мы показываем, соответственно, оставляем нашим слушателям, они достаточно детальны. Они гораздо более детальны, ну вы видите, собственно, по этому слайду, чем это происходит обычно. Это наш принципиальный подход, мы не рассматриваем слайды как демонстрацию, возможно, преподаватель продемонстрировать свою память, ну или продемонстрировать ее с частичным отсутствием, и не рассматриваем тренинг как мероприятие, на котором люди должны смотреть на ключевые слова и много-много писать для того, чтобы не забыть ту информацию, в которой тренерам выдает голос. Слайды достаточно подробные. Мы, как сказать, наши тренеры, даже иногда озвучивают не все, а только, ну как бы, ключевые моменты. Упор мы делаем не на чисто такое голосовое общение вот такого плана, а на обсуждение, на практические занятия, на работе в группах. Поэтому, чтобы вас это не говорила, такая маленькая проблема, потому что, ну, люди, которые столкнутся с обычными практиками обучения, их удивляют почему-то такие подробные слайды, и почти что один в один, и так вот идет озвучка такая, вот, голосовое. Это сделано сознательно, не для того, чтобы было удобнее и эффективнее было работать, а вот, поверьте, это действительно так. В всяком случае, мы исповедуем именно эту точку зрения. Возвращаемся назад. Важное уточнение. Уже появилось слово «модель», слово «модель» сегодня будет звучать несколько раз. Важный момент. Что такое модель и как это надо интерпретировать? Модель – это некоторые представления реальности, рассмотренные под определенным углом, обычно называемой перспективой, и упрощенные путем отсечения второстепенных для данного представления деталей реального мира. Если вдуматься в это определение, то видно, что модель в общем случае – это вещь неправильная. Это упрощенная, так сказать, загрубленная проекция реального мира. Почему это важно? Потому что у любой модели есть определенный обыск применимости. Все, о чем мы будем говорить сегодня, и все, что вы можете прочитать в любой книжке по психологии, по проектам и так далее. Это масса разнообразных моделей, масса разнообразных вещей, которые позволяют нам достаточно сложные обстоятельства реального мира преобразовать в что-то более-менее простое, обозримое нашим взглядом, нашим умом. Но надо понимать, что любая модель применима, достаточно ограничена. У нее есть определенные ниши. Об этом надо помнить, чтобы не было ошибок в попытке применить модель, использовать модель вместо, так сказать, в многообразии всего реального мира. Итак, в принципе, изучение собственного типа личностей полезного для того, чтобы лучше понять себя, понять, почему мы в тех или иных ситуациях ведем себя так, а не иначе. Иногда мы ведем себя далеко не так, нам бы хотели свести. Ну, по крайней мере, например, у меня такое бывает. Возможно, кто-то из вас согласится, что такое бывает и с вами. С другой стороны, есть какие-то, например, вещи, какие-то формы поведения, какая-то деятельность нам дается проще, какая-то дается достаточно большим трудом. Изучение типологии личности позволяет лучше понять себя и понять, так сказать, понять свою нишу, понять свои сильные и слабые стороны и, соответственно, поработать над вторыми, чтобы больше стало бегом, как сильных сторон. И это достаточно важно с точки зрения взаимодействия с окружающими. Понимание того, что все люди разные, что разные люди в одних и тех же обстоятельствах реагируют по-разному, далеко не так, как мы реагируем или как нам бы хотелось. Осознание этого простого факта, но осознание его приходит далеко не сразу, поверьте мне, в обычной жизни. Осознание этого факта достаточно сильно помогает при взаимодействии как с коллегами, так и с менеджерами, так и с подчиненными для тех, кто является менеджером, а хотя бы часть из вас в той или иной степени в этой роли выступает. Соответственно, изучение типологии личности и применение этого знания и конкретным людям, которые находятся вокруг нас, позволяет лучше мне строить отношения с ними, понять, по крайней мере, для менеджеров, понять, как лучше мне строить технические люди, как лучше им ставить задачи, создавать обратные связи и так далее и так далее. Типология личности и масса. Для примера, в тренинге по коммуникациям у нас рассматривается их большее количество, так сказать, наиболее популярные во всяком случае. Для примера сегодня мы поговорим о том, что известно, пока не на интуитивном уровне практически всем, но, как показывает практика, глубина этого относительно не велика, мы с вами пойдем чуть-чуть глубже, чем обычно это есть из общих соображений, мы говорим с вами по темпераменту. Достаточно простой и довольно старой, восходящей еще гиппократной модели, которая, тем не менее, сохраняет актуальность по всю пору и позволяет многие вещи, так сказать, в голове не может устроить правильным специфическим образом. Ну, если говорить о формальном глине, то темперамент – это характеристика человека, индивидуума со стороны, как говорят, психологи, динамических особенностей его психической деятельности. Такая достаточно, может, позовольная формулировка. Фигра материально выражается отношение человека к тому, что происходит вокруг него, формы реакции, то, что определяет форму реакции человека на происходящее вокруг него событие. В этой модели выделяются четыре основные типа, названия которых вам знакомы. Соответственно, теоретические, суббинические, фидематические, а вот такие стилы и люди, соответственно, называются реальными суббинами фидематиками киевного рода. Ну, наверняка, это вес на себя, правда? Давайте ставим таком чуть-чуть друже. Да. Вы сказали, что у вас эти психологии появляются по практическе, то есть личности. И вы приводите адмортиплаты. Какие ингредиенты для вашей нормальной паразии? Ну, например, из классики, например, психология Юнга, которая была развита и в современстве сейчас используется психология МАРС-БРИКС. Она более сложная, и если, допустим, пирамид можно более-менее идентифицировать по внешним признакам, то типология по МАРС-БРИКС, там уже опросник, классический опросник Герси, то есть состоит из 70 вопросов, как и более-менее языковые листы. Ну, это просто к слову. В принципе, их достаточно много. В прескрепке вы набираете типы личности или типологии личности, и получите достаточно развернутый список того, что на эту технологию есть. Взгляды с разных сторон. Опять-таки, допустим, МАРС-БРИКС – это американская психология. Соответственно, их есть проекции в отечественной технологии со своими нюансами достаточно близкими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok